Итак, всем привет! Несколько дней назад для Supercell произошло очень и очень масштабное событие. Именно это анонс новой, ну или же не совсем новой игры. Конечно, сейчас я говорю про Project Rise. Это новая игра, которая была сделана, можно сказать, на костях Clash Heroes. Как сказали, разработчики, они просто полностью друг от друга отличаются. И я не знаю, видели ли вы этот трейлер или же нет, но сегодня мы его полностью разберем. Мы сравним старую игру, а также новую, и посмотрим, какие же вещи, возможно, будут добавлены здесь. И что же мы уже можем сказать наверняка. Разберем абсолютно все детали в этом трейлере, ну и давайте приступим. Но перед тем, как мы пойдем к разбору новой игры, я думаю, не все вы знаете, что же такое Clash Heroes. Что же, вы можете прямо сейчас видеть этот геймплей, который очень сильно напоминает Brawl Stars. Но здесь, как бы, да, гораздо более большие карты, тут есть много механик. И здесь, как бы, игра, она сфокусирована на исследовании территорий, на прохождении разных уровней. Теперь, вы когда все примерно понимаете, я предлагаю посмотреть на старый геймплей и сравнить его с новым. Что же мы видим здесь? Ну, в первую очередь, это как в Brawl Stars, кнопка атаки, а также кнопка ходьбы. Также, из не очень интересного, у нас здесь есть еще одна кнопка, которая отвечает за активацию вашей способности. Ну, вот, еще одна очень и очень интересная штука, это то, что у вас есть специальная шкала, которая что-то заполняет, когда вы по кому-то попадаете. И что же появляется, когда вы полностью заполнили? Так вот, ваша следующая атака после заполнения этой шкалы превращается в суперудар. У каждого персонажа он, само собой, разный. Ну, и еще немного насчет этих способностей. Как можем видеть, у некоторых персонажей в разных промежутках геймплея, у них есть разные способности, и поэтому их можно будет менять. Ну, в принципе, это уже буквально официальная информация. Ну, и напоследок, в левом верхнем углу мы также можем видеть надпись, там, где написано, какие-нибудь, скорее всего, должны будем выполнять квесты. Так нам, кстати говоря, показали новых персонажей, вернее, врагов, по типу ведьмы, а также других. В игре также присутствовало огромное количество боссов и врагов, но заострять на них внимание я не буду, ведь, скорее всего, их просто-напросто уберут, это не очень важная, а также это недостоверная информация. Отмечу лишь то, что на тот момент главными антагонистами героя были гоблины. Собственно говоря, это вы запомните, потому что потом я про это еще поговорю. А как же интерфейс у нас выглядит уже в новой версии? Что ж, здесь мы можем точно так же увидеть кнопку джойстика, правда, она там сейчас за этим щеком, но это не важно, да, она там есть, и кнопку атаки. Помимо этого, также у нас осталась эта способность, но к ней дополнится еще одна. А вот та, которую мы вызывали при помощи атак, она уже убралась. Но не все так плохо, на самом деле у этой второй атаки, которая тут показана, у нее есть какая-то очень интересная фишка, способность, которую мы потом еще попытаемся разобрать, но на самом деле понять, как наработать здесь очень непросто, вы мне поверьте. Еще из интересного мы также можем видеть здесь карту, чего раньше, опять же, не было. Ну и самое интересное, это левый верхний угол, да, там больше у нас нету квестов, однако теперь нам там показывают всех персонажей и хп, и две новые валюты снизу. Раньше этих валют в игре не было вообще в принципе. И плюс слева у нас также показывается что-то там с уровнем, это какой-то эликсир, который мы как-то можем прокачивать, и это будет наш уровень. И то, как же мы будем прокачивать этот уровень, это очень и очень интересно. Я постарался там выловить момент там, где мы его получали, и там они правда есть. Однако там буквально ничего не происходит, да, мы видим то, что здесь мы файтимся, однако тут даже как-то тут даже килы, и тут даже нету килов буквально. Уровень как будто просто поднимается, когда вы носите какой-то урон, или же когда вы используете ваши способности. Однако точно это сказать пока что сложно. Ну и с валютами также нелегко, ведь в игре нам не показывали момент там, где герои, они их подбирали. Однако конкретно в этой его сцене мы можем видеть то, что количество валюты немножко возросло. С чем же это связано, ну я не знаю, однако тут кое-что есть. Дело в том, что в этот момент персонаж Валькирия находился где-то в другом месте карты, как можем на ней видеть. И скорее всего одна подобрала эти кристаллы, но это само собой не то, что не лишь мое предположение. Об интерфейсе поговорили, теперь можно сравнить и так же персонажей. В этой игре нас уже 100% ждет Валькирия, которой и раньше не было. Однако есть также кое-что еще. Дело в том, что на фоне мы можем увидеть довольно много врагов, которых, как бы да, раньше в игре опять же не было, допустим, гигантский лет. Но также мы здесь можем видеть рыбака. Его, как вы понимаете, тоже не наблюдалось. И скорее всего это тоже новый персонаж, потому что у нас тут также есть Варвар, Лучница и также тут у нас есть Рыбак. Так что скорее всего просто по логике и он будет одним из героев. Ну а также стоит отметить то, что в самом оригинале, то есть в Клэш Хирус, там еще присутствовало еще несколько персонажей. То есть помимо Лучницы, а также Варвара, да, Валькирии там не было, там были также Бомбер, Маг и два новых персонажей для вселенной Клэш. Это Королевский Повар и Исследовательница. Но в оригинале присутствовало еще две вещи, а именно это скины. Да, вы удивитесь, однако в Клэш Хирус присутствовало аж целых 20 скинов. Причем все они были довольно неплохого качества, прям реально, блин, очень даже неплохие, ну, лучше, чем в Сквард Бастерс на самом деле. И перенесут ли их в эту игру, пока что без понятия. Скорее всего это будет так, но возможно не в этом, то есть не в первом обновлении. А еще также пины, потому что вот в этом вот трейлере также засветился пин на Бомбера. Я не нашел информацию о других пинах, однако тут мы могли его отчетливо видеть. И скорее всего их также перенесут сюда, потому что я не знаю ни одну игру Суберсела, где пинов не было. Даже в Сквард Бастерсе, хотя их там никто не использует, они да все равно есть. Что же там насчет мобов? Ну что же, в сравнении искать сложно, потому что банально нам показали очень мало геймплея в Project Rise. Так вот, там присутствовало конечно же больше персонажей, по типу там есть даже здание до Тесла, там гоблин гигант, просто голем, королевский призрак. Очень много там персонажей. Однако неизменным осталось одно, это гоблины. Да, гоблины это самый главный враг, что тут, что там. Там их показывают очень много и там их показывают тоже дофига. То есть да, скорее всего ваш основной геймплей он будет именно против них. Кстати, в Project Rise нам что интересно не показали ни одного босса, что на меня наталкивают на нехорошие мысли. Сами понимаете, я думаю, да. Однако, например, нам показали здесь другого персонажа, а именно это мега рыцаря, которого раньше не было. Ну а теперь еще несколько довольно странных вещей, которые я заметил. По-моему, сейчас вам стоит рассказать в принципе, да, саму цель, саму суть игры. Ну да, прошло всего лишь топоролика. Так вот, всего в вашей команде есть три человека. И ваша цель это забираться как-то, да, высоко по башне. Ваша цель это просто играть, когда один уровень это один этаж башни. Вы проходите уровни, то есть там вы проходите этой же башне и стараетесь забраться так, высоко, как вы можете. Там будут разные мобы, там будут разные сложности, все такое и так, все возможное. И вот что интересно, так это то, что некоторые моменты геймплея нам почему-то показывают не в башне, а уже в каком-то просто поле. То есть, определенно, это не башня, и это довольно странно. Вообще, эта локация, она очень похожа на та, что была еще в Clash Heroes, то есть, да, в альфа-тесте. И очень странно, как это все добавят. Ну, возможно, это просто, типа, первый этаж, но я не знаю. Поначалу я подумал, что, возможно, это просто обучение, но вряд ли, потому что здесь уже есть как-то мультиплеер. И это, ну, это странно, окей, посмотрим, что это будет. Ну и, как я говорил, мы возвращаемся к интерфейсу, а именно вот к этой вот злополученной кнопке. Я, правда, долго пытался понять, почему же иногда тут есть эти две точки сверху, а иногда их попросту нету. И довольно-таки, то есть, я реально долго пытался это понять, я там придумал какие-то свои теории, но оказалось, что, скорее всего, просто гораздо проще. Помните этот уровень, который мы здесь видим? Так вот, просто когда уровень персонажа третий или выше во время трейлера, тогда там есть эти точки. Когда он ниже, там их нету. Как же они работают? Вот именно этот вот кадр, который вы сейчас видите, да, он просто прекрасно все это дело передает. То есть, получается, вы можете просто использовать эту штуку два раза, и там есть перезарядка. Ну, то есть, это вот просто, смотрите, как это работает, думаю, вы там там сейчас все поймете, вы так все понимаете, я думаю. Даже тут ничего не надо объяснять. Появляется эта фигня с третьим уровнем. Такого, опять же, да, в Clash Heroes раньше не было. Однако, я еще не закончил говорить об уровнях. Дело в том, что помимо персонажей, они также есть и у врагов. Как мы можем здесь видеть, у врагов тоже есть уровни, и вот тут вот очень интересно. Дело в том, что они разные. Например, вот на этом вот кадре, опять же, да, из трейлера мы можем видеть то, что у одного персонажа уровень третий, а у других он просто меньше. С чем же это может быть связано? Я не имею здесь ни малейшего понятия. Да, я мог бы подумать, что это из-за того, что там, да, этаж, получается, поднимается, вы выше на этаж забираетесь, там будут более прокачиванные персонажи. Однако тут буквально на одном этаже какие-то персонажи есть, третьего уровня какие-то ниже. Почему это так, я просто без понятия. Пишите в комментариях, если вы знаете, почему у вас есть какие-то теории. Ну и напоследок, стоит вам, пожалуй, рассказать, почему же Clash Heroes в итоге закрыли и ее решили сделать другой. На самом деле, это совершенно не точный ответ, однако все же кое-что есть. Дело в том, что на протяжении буквально всего трейлера нам триндят, насколько же эта игра мультиплеерная. То есть нам говорят, что Clash Heroes ты там делал все один, а тут ты все делаешь как бы с командой. И это единственное, по сути дела, отличие этих двух игр. Ну там да, есть какие-то в интерфейсе, немножко там в механиках, но думаю, всем и так на это как бы пофиг. И честно, я не понимаю, нафига было создавать новую игру. То есть все, что они изменили, это просто теперь вы проходите стиквесты не в соло, а в теме. А также теперь вы не идете просто там, да, не на родном по карте, вы про ее проходите, а теперь вы там поднимаетесь именно по башне. Нахера было делать новый канал, новую, вообще новую игру делать, непонятно. Так что да, это все очень и очень странно, но, собственно говоря, из того, что нам сказали, это именно то, что только лишь то, что эта игра была не в мультиплеере, только поэтому ее закрыли. Ну а почему же нам не могли этого сказать на протяжении двух с половиной лет, ну это, пожалуй, уже загадка. Что ж, надеюсь, вам очень даже понравился этот ролик. Я над ним довольно старался, и спасибо вам огромное, если вы его посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok